Всех приветствую на своем канале. Я долго думала, какой бы сделать обзор из всех запросов, что у меня есть. Но или надо много времени, или надо, чтобы на душу никто не стоял, а на душу на самом деле стоят за стеной, и голос у меня слегка, наверное, тихий. В общем, был у меня запрос о религии и церкви. О религии я уже говорила, но я так поняла, что религия, наверное, воспринималась именно как православие. В общем, и мое отношение к ним. В церкви я отношусь нейтрально. Как вы уже поняли, если смотрели мое видео недавнее, я туда периодически сношу по собственному желанию то шмотки, то бишь одежду, которую вроде как она в нормальном состоянии, выкинуть жалко отдать кому-то, я не знаю кому. А там, в принципе, туда ходят многодетные семьи. Обычно, как мы с Машей, как Маша, точнее, я сказала, люди, которые много детей, обычно они умеют делать только детей. Ну и, соответственно, у них детей много, затрат много и одежда им помогает. Туда у нас очень часто в одну церковь. Надо подозревать, что во всей церкви, но именно в ту очень часто туда приносят люди вещи и, соответственно, игрушки. Вот игрушки я как раз недавно сносила свои. И как, я в семь лет крестила меня мама, потому что это было модно, потому что только что рухнул Советский Союз и официально уже вроде как можно было веровать, да? И мама мне сказала, ну давайте покрестимся, вроде типа это модно. Я, возможно, даже в каких-то видео говорил об этом, поэтому я повторяться не буду. Если я этого не говорила в подробностях, просто напишите мне об этом в комментариях, и если вам это интересно, я могу рассказать в какой-нибудь болталке. Также я хочу сейчас, пока еще помню, потому что видео, которое сейчас загружается про чай, мою чайную коллекцию про Луны, я, соответственно, забыл совершенно это сделать. Меня попросила девочка одна при рекламе телеканал. Я краем глаза, честно сказать, глянула. В общем, девочка Даша Рябухина. Кстати, заодно привет тебе. И если ты смотришь это видео, она ведет свой канал на Ютубе. Будет ссылка в инфобоксе под видео и ссылка в самом видео в таком кружочке под И. Английской, латинской. И девочке 12 лет, она... Вот если бы она не сказала в страничке канала Ши 12 лет, я бы не поверила. В общем, ну это в лучшую сторону, в смысле такой хороший канал. В общем, подписывайтесь на него, смотрите и, соответственно, пишите ей комменты, лучшие хорошие. И ставьте лайки. Вроде как все. В общем, церковь, да? К православию отношусь. Не литерально вообще, как ко всем религиям. Но суть такая, что очень много знакомых, которые почему-то думают... Точнее, именно вот таких знакомых среди православных. Точнее, среди знакомых православных очень много таких знакомых, которые думают, что вот именно их религия это то, что ты должна все же не делать. Причем они обычно не отвечают или не отвечают. Ну, короче, не соответствуют своему вероисповеданию. Думаю, что... Ну, как там, кажется, задорно говорил, что если вы много нагрешили, поставили огромную свечку, то все, вам окей, да? В таком черном юморе. И, в общем, я не знаю, что сейчас делается в мире. Я не знаю, какая там политика у церкви русской, православной, да? И я стараюсь как-то не вдаваться в эти конфликты. И мне, в принципе, это неинтересно. И, да, могу сказать, что в детстве у меня была книжка, моя первая библия сейчас. Катя, мне кажется, тетка забрала ее своей внучке, моей племяннице или племянника, уж не знаю, кто там из них ее изучает. Но я ее читала в начальной школе, в четвертом, допустим, классе, когда у меня было освобождение от физкультуры после какой-нибудь болезни. И мы сидели, все вот дети, которые были на физкультуре, были на улице, а мы сидели с нашей Ириной Викторовной в классе и читали книжки. У меня постоянно была эта книжка, мне ее читать особо не хотелось. И у меня был сосед по парте Максим Карцкарасев на тот момент, и он постоянно офигевал, что как-то там он книжку очередную уже прочитал, а я все на одном рассказе висю на этой библии. Мне тупо не хотелось это читать. Я не знаю, чем мне хотелось тогда заниматься, рисовать или еще что-то. Ну и, в общем, я читала эту вот, якобы читала эту библию. Каждый раз один и тот же рассказ на урок физкультуры. Я к этому всему нейтрально отношусь. Но суть такая, что, допустим, если человек верует, то необязательно ходить в церковь. Некоторые верующие, которые ходят в церковь, как бы такие показушные. Как я уже об этом говорила. Как и в видео про феминизм и прочее. Кстати, был запрос про бодипозитив, кажется, и сексизм. Честно сказать, я этим вообще не интересовалась никогда. Но раз вот был запрос, я почитаю, когда у меня будет время, и сделаю, соответственно, обзор видео и скажу свое мнение. В общем, к церкви есть церковь. Я ее воспринимаю вообще как культурный памятник, да? Памятник архитектуры. Часть культуры народа. С точки зрения культуролога исключительно, как культурный объект. Но не как там, что зашел в храм, да? Я, допустим, пела в хоре в 2004 году. Я ходила в Алексеевском монастыре на Клиросе, на Клире, да? И я ходила... Ну, у меня не было, допустим, креста на шее. Я ходила иногда в такие физические для женщин моменты, когда вроде как по церковным меркам туда ходить нельзя. Если ты туда пришел, то ты там, соответственно, тебя, боженька, молнией в голову ударит, да? Или какие там еще поверения. Я ходила с каким-то амулетом на шее. Не помню, что у меня тогда было. Я как раз свалила несколько месяцев, как прошло, с мотоклуба. Я туда ходила исключительно ради Старославянского. Но Старославянского у нас не было. Набиралась группа в результате, мы просто пели. Ну, и за пение в основном, потому что мне нравится петь. И я, в принципе, училась в музыкалке и в музыкальной студии «Веселых нотках». И мне просто нравилось петь. И да, у меня хорошо поставлен голос. Ну, высокий, соответственно. О чем вы можете убедиться, если глянете на канале видюшку. Ну, там нисколько видюшек, там просто все скомпоновано. Немножко моих рисунков, немножко моей музыки, немножко моего голоса, немножко моей песни. Маленькая такая, на французском. И красота, я уж точно не помню. Суть в том, что, допустим, я игрушки мягкие сдавала в своих мини-шортиках, в которых выступала. Ездила выступать в Карабиху. И никто мне ничего не искала, никто на меня не упал и нигде там не померла. Но в церквях я, допустим, падаю в умрак. Извиняюсь, я не только в церквях. Просто вот в подобных помещениях каменных, даже в музеях некоторых. И просто чисто от того, что вот оно даже где-то чуть ниже земли, да, это полуподвальная, мне кажется, и у меня возникает хлаустрофобия. Короче говоря, четко я немножко, видимо, простуженная. Когда-то умудрилась есть мороженое. В общем, я нейтрально отношусь к церкви. Есть она, нет ее, мне как-то не холодно, не жарко. Но позиционировать ее там как-то о, допустим, я за светское государство в этом плане. Я не знаю вообще, как мне нужно было ответить на этот запрос и какое снять видео, удовлетворила ли я человека, задавшего этот вопрос. Ну, вот, наверное, и все. Я просто не знаю, что еще сказать. И если вам это было хоть чуть-чуть интересно, ну, я рада. Вы не зря потратили время, и я не зря потратила тоже свое время записывая это видео. Если вы досмотрели до конца, то спасибо большое и до новых встреч, пока.